Подходы к купелям с берега и только два официальных места для купания. В ночь на 19 января кировчане отметили крещение. Ближе к полуночи большие очереди появились к купелям Трифоново монастыря и в Слободе Талица. Это были единственные официальные места для купания в Иорданях. Кстати, в этом году в Кирове не стали оборудовать купели на открытых водоемах. Риск провалиться под тонкий лед был слишком велик. Все подробности в материале. Большая очередь в Трифонов монастырь растянулась за несколько часов до полуночи. В эту ночь долго стоять на улице православным кировчанам было проще, чем обычно. Крещенских морозов не было. Окунуться в купель и набрать святой воды приходили как в одиночку, так и целыми семьями. Трифонов монастырь – одно из самых популярных мест в ночь крещения. На территории дежурили кареты скорой помощи и усиленные наряды полицейских. За святой водой и в купель пускали небольшими группами по 5-6 человек. Окунуться в купель в ночь крещения у православных считается особым ритуалом. Это символ очищения и обновления человека. В закрытую купель Трифонового монастыря женщин и мужчин запускали отдельно. Воду в Иордане предварительно проверили в Роспотребнадзоре. Многие кировчане приходят сюда в крещенскую ночь уже несколько лет подряд. Заходишь, крестишься, приседаешь, окунаешься и как-то на душе становится легче. Просто свободно и как-то выходишь, как заново родился, скажем так. Вода, я не знаю, по мне такой человек, как будто нисколько не холодная, даже не ледяная. Ощущения прекрасные, то есть легкость в стиле, дух. Это просто прекрасно. К тому же в этот год погода достаточно теплая, то есть долго ждать не пришлось. Еще одним официальным местом для купания была территория развлекательного парка в Слободе Талица. В ночь крещения здесь тоже собралось много кировчан, сотрудников полиции и медиков. Из-за слишком теплой погоды лед на озере был непрочным. Для безопасности людей было решено смастерить подход с берега. Купель сделали в виде большого деревянного короба глубиной полтора метра. Как по руку положить, рад на владыку. О, святи меня и вон, и спаси земля и грех мира. К Ярдане в Талице тоже растянулась большая очередь. Несмотря на то, что запускали по одному человеку, поток двигался быстро. После священного ритуала очищения люди могли переодеться в теплом помещении. В общей очереди можно было встретить и богослужителей. Аркадий Кедров, дьякон Спасского собора, признается, когда-то давно был вообще далек от подобных процедур. Но уже пять лет подряд считает этот священный обряд необходимой для себя традицией. Это не обязанность, это делается сугубо по мере того, как каждый человек сам для себя решает, насколько человек для себя считает это возможным. Это ни в коем случае не какое-то обязательное действие. Это всего лишь такая традиция, присущая именно в том числе и русским людям. Ну, мне она близка. Мне лично она близка, поэтому я считаю, что без этого мне будет трудно прожить год. В ночь крещения только в официальных местах в купеле окунулись тысячи кировчан. Как сообщили спасатели и полицейские, праздник в городе прошел тихо и спокойно. Ни одного чрезвычайного происшествия зарегистрировано не было. Артем Миронов, Константин Кузнецов, Артем Шуткин, информационный канал «Город». Продолжение следует. Продолжение следует...